С первого раза, что происходит? 24 часа как 4 Эй, эй, эй Слишком мокрое лицо Всем привет, настало время годного контента на ютубе Впрочем, ничего нового И сегодня я буду снимать видео, где вендинговый автомат Или я даже не знаю, как просто правильно это называется Вот он сзади стоит Будет управлять моим макияжем Да, это та самая история, когда какая-то неведомая хрень до этого Управлять моим макияжем Как вы знаете, эта рубрика на моем канале существует еще аж с того лета И если честно, в какой-то момент я подумала, что, наверное, надо бы оставить ее в покое Но потом я увидела вот это, это у меня появилось И я поняла, что нет Сегодня мы говорим нет Поэтому давайте-ка я вам ее продемонстрирую Смотрите, как она работает Вообще, она выглядит вот так вот И это какая-то лютая дичь А музыка? Музыка как будто из моего сердца, из ада В общем, сегодня с этим вендинговым автоматом Я еще раз посмотрю, я не помню, как это точно называется Мы будем делать макияж Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал Тык Включай себе удомления в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить А мы начинаем Ах да, меня, кстати, автомат зовут Еще было бы неплохо, если бы вы поставили на это видео лайк Потому что лайки, это хорошо Внутри автомата листочки от одного до шести В моем телефоне картинки под номерами от одного до шести С разными штуками, которые мы с вами будем делать Вот они все у меня здесь Самым первым мы будем вытаскивать с вами макияж лица Ну то есть контуринг, тональный крем Поэтому слово вам, уважаемый автомат Ой, у нас, кажется, поломка тут случилась Эй, эй, эй Поломка А номер у нас Четыре Да, папа снится Это все ты и виновата Итак, на канал у нас варианты Ой, от одного до одиннадцати И автомат выбрал вариант под номером четыре Это вот такая вот схема контуринга Поэтому сейчас по ней я и буду делать свой макияж На самом деле у меня достаточно простая схема для контуринга Поэтому автомат, он кто? Он молодец У меня есть заколки, я заколю ему волосы В самом начале нужно нанести тон Растушевать его Следующий шаг просто лютая куча контуринга Он выглядит вот так Итак, у этой женщины зачем-то половина лба законтурирована Контурируем и себе половину лба Прям одной сплошной темной полосой У нее идет контуринг Вот так Потом она контурирует себе виски Вот скулой Почему бы нет? И всю нижнюю границу лица Чтобы, наверное, было веобразное лицо И веобразное не от слова тихен Так, осталось сконтурировать на сяру Алиоп Алиопка Ну, собственно, в общем-то все С темным закончили Теперь высветляем Высветлений очень много Прям вот от души душевную в самую душу, братишка На сяра Очень много здесь Прям настолько много, чтобы слоилось Когда, знаете, ты прикасался к лицу У тебя оставались разводы Но не от слова, а развод Между мужчиной и женщиной Мужчиной и мужчиной и женщиной и мужчиной Мы живем в 20-м практически году Будьте толерантнее Тут 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 Контуринг на каждый день Чтобы можно было ходить в школку Растушевываем То чувство, когда даже к лицу страшно прикасаться Мое лицо, оно испытывает чувство страдания Серьезно, что это такое? А я отвечу вам Это Страх Не очень красиво Потому что это страх Страшно Ладно, next step Давайте следующим пунктом уформим брови Вендивые Вендинговые Автоматы Ну-ка, давай, организуй-ка нам, пожалуйста, брови Хорошие брови Царские Номер 7 Как вы знаете, я очень часто выкладываю свои макияжи в инстаграм Но в последнее время я стала даже задумываться о том, что мне нужен уже третий профиль Помимо моего основного элаева, который был бы посвящен моим одеяниям Когда я хотела создать новый аккаунт конкретно про мои луки, где я бы рассказывала вам, что я одеваю, как комбинирую одежду Я узнала про приложение, которое называется 21 Buttons Что это такое? Это приложение, очень похоже на инсту, только про луки Смотрите, тут можно делиться своими луками и сразу отмечать, что и где и какая одежда была куплена Это безумно удобно, потому что, я думаю, вы часто сталкиваетесь с тем, что вам нравится какая-то вещь, вы не знаете, где ее купить И тут сразу просто все понятно, потому что люди сразу отмечают, где и что, и как, и сколько Тут можно отмечать совершенно любые вещи из любых интернет-магазинов Искать по категориям и даже можно искать по брендам, ну и, соответственно, подписываться на ваших любимых инфлюенсеров Очень удобно, вот тебе нравится какая-то вещь, ты нажимаешь на нее и все сразу видишь И можешь себе это сохранить или сразу пойти на сайт магазина и приобрести себе ту или иную шмоточку А-а-а-а, и самое главное, в этой соцсети каждый пользователь, который выкладывает свою одежду, может на этом еще и зарабатывать А если кто-то купил по вашему луку одежду себе, вы получаете с этого какую-то денежку Если у вас еще нет предложения или вы о нем не знаете, обязательно скачайте его по ссылке, которую я оставлю вам в описании Его можно загрузить в Apple Store, можно загрузить в Google Play Так что переходите по ссылочке, скачайте себе и обязательно подписывайтесь на меня Ссылку на мой профиль в этой соцсети я тоже оставлю в описании Ну, достаточно царский, я хочу вам ответить Прям вот, вообще, царь царей, король королей, император императоров, президент президентов, монарх монархов, вождь вождей Ну, очевидно, что здесь брови выполнены помадкой, как мне кажется Поэтому, приступаем Расчешу для начала мои брови Наносчу помадку Кстати говоря, пока я не забыла, а то ведь я забуду Скоро я хочу снимать, начинаю снимать видео с моими подписчиками Поэтому, если вы хотите поучаствовать в съемках, видео со мной, даже что-то выиграть Потому что я не буду снимать просто видео с подписчиками Я буду всякие подарочки делать Подписывайтесь на мой инстаграм И там, короче, будет вся движуха Потому что там я буду делать анонсы Так что обязательно подписывайтесь Буду вас ждать Вот насколько прямая бровь может рисовать Настолько она у нее и существует У девчули просто идеальная бровь У меня такой не может быть Я люблю рисовать брови Ну, до тех пор, пока ты не начинаешь рисовать вторую Потому что первую бровь рисовать приятно А вот вторую уже крипово Теперь эту дикую четкую бровь нужно будет причесать до конца Потому что сейчас это выглядит немножечко пугающе Ну, прям вот совсем И эти скулы, меня они тоже пугают, если честно Я скулы не особо люблю После того, как я сейчас причесу брови Нужно будет их еще гелем пройтись Потому что они должны быть такими немножко блестящими Судя по фоточке Брови всегда лучше подводить консилером Или специальным вот карандашиком Который у меня есть Это прям вообще топово Всегда даже самые-самые не очень классные брови Когда подводишь сверху-снизу Почему-то они вытягиваются и становятся гораздо лучше Но в плане визуальный эффект Прям мне лично нравится в миллион раз больше Поэтому я стараюсь всегда, когда делаю брови Обязательно консилером их типа оформить Что ж, проблема номер один Почему проблема номер один? Потому что это первая проблемная бровь Сейчас будет вторая проблемная бровь Честно говоря, я от бровей ожидала гораздо худшего Сейчас мой макияж похож на то, что я на самом деле раньше делала достаточно часто Но в последнее время я так уже не делаю А как вам кажется? Напишите в комменты Мне идут скулы или мне лучше все-таки, как обычно Вот, без них Без этого всего Я прям смотрю на себя И мне стрёмно, стрёмно, стрёмно мне Прозрачный гель Вообще, вы видите, вы видите, как он его несёт? Вы видите, как он его несёт? Это ж просто пипец И снова номер четыре Сегодня мне везёт на четвёрку Снова номер четыре Итак, давайте с вами посмотрим Если честно, то мне даже нравится Я, правда, не совсем представляю, как это будет выглядеть сейчас с этим макияжем Но они прям прикольные, прикольные Очень надеюсь, что глаза получатся прикольными Для начала припудрю немного верхнее веко Чтобы лучше тени тушевались И буду начинать вот с такого вот розового пыльного цвета Кстати, очень красивый И буду сейчас его наносить по той же схеме, которая есть на картиночке Из всех фотографий именно этот макияж глаз мне понравился больше всего И я прям реально хотела, чтобы он выпал, чтобы его попробовать повторить Теперь я возьму соседний вот этот вот цвет И постараюсь всё растушевать Конечно, макияж, правда, получился более ярким, чем на фотографии на той... Чем на той фотке Но мне кажется, это будет не менее красиво Наоборот, даже лучше, что можно будет поинтереснее его рассмотреть поближе Теперь на центр глаза добавлю немного консилера Чтобы на него лучше лёг хойлайтер И теперь прямо на то место, где только что у нас был консилер Я добавляю вот такие вот блестяшечные светлые тени Осталось оформить нижнее веко и добавить ресницы накладные Вот это, чувствую, сейчас будет челлендж ацептед А ещё под бровь чуть-чуть надо добавить хойлайтер тоже Перехожу к одной из самых сложных частей макияжа Это наклеивание ресниц Тут по-любому надо наклеивать ресницы Потому что это девчули, а не наклеенные Поэтому придётся сейчас вам наблюдать Мои тщетные попытки клеить ресницы Но для начала я их просто накрашу Ситуация Я купила вот эту тушь 3 месяца назад И этот даже, наверное, меньше 2 месяца назад Эта тушь Dior дофига дорогая И да, за 2 месяца она сдохла целиком и полностью Ну что за отстой? Как можно делать тушь на 2 месяца от Dior? Ну вы что? Вы знаете, максимально бесит, когда реально дорогие вещи Оказываются какими-то не такими Время клеить ресницы У меня есть вот такие вот уже реснички Которые, как мне кажется, достаточно похожи на картинку И сейчас остаётся самая неприятная часть Их наклеить на веко Я не знаю, что сказать Но я только что наклеила ресницу Ладно, я наклеила со второго раза Это абсолютный рекорд Такого ещё у меня не было Но вообще иногда у меня складывается впечатление Что у меня просто плохой клей Потому что сейчас я взяла вот этот вот клей Вообще от других ресниц Выглядит он, конечно, тоже сомнительно И почему-то у меня всё получилось с первого раза Что ж, попытка номер один для второго глаза Невероятно Это единственное слово, которое мне приходит на ум Потому что я наклеила ресницы С первого раза Что происходит? Следующие будут губы Да ладно, опять четыре? Да ты издеваешься Как это вообще возможно? Я же перемешиваю каждый раз Это прикол или просто как иначе это объяснить? Почему опять цифра четыре? Просто цифра четыре Ты что, меня сегодня преследуешь? Можешь сразу сделать макияж цифрой четыре Четыре управляет моим макияжем Двадцать четыре часа как четыре И, не знаю, угадай или сосай вместе с четыре Четыре спонсор новых видео на канале Лиса Ладно, шутки не смешные в сторону У вас ещё школа В школе будет много не смешных шуток на уроке А пока возьму помаду и сделаю Как велит нам цифра четыре То есть, вот как-то так Знакомые губы, не так ли? Подписчица однажды мне тоже такие губы посоветовала В одном из недавних видео, кстати говоря Хотя бы в этот раз такие губы будут иметь смысл Блин, розовые губы это вообще не моё Да, максимально даже к этому макияжу не идёт Консилер, который должен меня сласти Давай, спасай ситуацию Кстати говоря, напишите в комменты, пока я пытаюсь нарисовать губы ровными Какой цвет помады вы чаще всего используете в жизни? Я обычно в жизни использую или красный тинт Растушёваю его, или помаду цвета пыльная роза Такая максимально нейтральная, чуть более розовее, чем мои губы Вот, такой помадой я стараюсь не пользоваться Я думаю, вы прекрасно видите почему Блин, меня люто доставляет этот макияж в сочетании с этой хлопковой футболкой Выглядит, конечно, просто потрясающе Ладно, погнали дальше Следующим этапом у нас будет с вами Хойлайтер, сияшечка Вот с сияшечкой всё должно быть хорошо Ну, или четыре Да стой, стой, стой Что с ним? Он, мне кажется, с ума сошёл от этой глупости Если сейчас будет четыре, я бомбанул А, так, давай, неси, неси, неси Один И номер один у нас сразу это выглядит вот так вот Девочка, у которой очень много хойлайтера И она об этом хочет, чтобы все знали Слишком мокрое лицо Хойлайтер у неё везде, где только она могла, наверное, его нанести Поэтому для начала бахнем хорошо на подбородок Чтоб все знали, что хойлайтер у меня есть Потом над скулой Вот сюда вот на нос Ещё над скулой, а то маловато сделано Как-то так выглядит моё блестющее лицо Блин, если бы не помада, то реально всё клёво бы было Ну, такое стой эта помада Хотя мне нравится цвет, просто мне не идёт Как вы считаете? Выглядит специфично Что ж, и давайте сделаем теперь румяшки Потому что сияшечка уже есть Осталось румяшечки Вендинговый автомат Опять настало ваше время Что происходит? Почему он хватил целых два? Что происходит? Он целых два схватил? И что делать в такой ситуации? Жизнь меня к этому совершенно точно не готовила Это 9 И 10 Пам-пам И вот ситуация, что с ней делать? Серьёзно, да? 9 и 10? 9 и 10? Так, нашла номер 10 И походу это схема нанесения румян Которая аж вот так вот полностью розовая И розовая здесь Жесть И номер 9 это Жесть То есть получается у меня всё лицо будет вот здесь и вот здесь с румянами Ну хотя бы они розовые, а не какие-нибудь оранжевые Ну давайте начнём с первой схемы Она прям у неё идёт вот так Вот я критикую, а кажется круто Потом вот здесь румян был Сюда я румян ещё не наносила Но я не могу сказать, что мне не нравится Потому что внезапно мне нравится И прям хорошенько у глаз Ну как-то так Оцените результат, который получился И скажите, как вам такой макияж Сам макияж мне очень нравится Мне кажется, он мне прям максимально, насколько это возможно, не идти не идёт Но в целом было бы прикольно попробовать это сделать Если вы хотите, чтобы я придумала какие-нибудь челленджи для любого блогера То обязательно напишите мне в комментарии имя блогера От которого мы с Вейдингом Автоматом будем издеваться в дальнейшем А я на этом с вами прощаюсь Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok